сделано в ветке в кирове 13 часов и 6 минут традиционно по пятницам звучит программа сделано в ветке и в гостях у нас точно так же традиционно евгений петунин историк краевед руководитель музея вятга и где не бертыч добрый день да всех здравствуйте вот и как мы уже сегодня обещали и в первом часть анонсируя во втором я даже не целую загадку загадывал про тот год о котором мы сегодня будем говорить как мы обещали разговор пойдет от 1969 годе каким он был в кирове каким он был в мире как ему был в ссср юбилейный год 50 лет назад 1 ну как бы такой обратный юбилей сам по себе год был не юбилейный 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 был там 70-м году столь от ленина сегодня мы прощаемся с развеселыми шестидесятыми и уходим в романтичные семидесятые то есть это ты как их разделил по своему по своей по словам по своему жизненному опыту переходный момент от скажем так а тот тип условный оттепили условному застою и мой переход наверное от детства в отрочество туда где-то как раз возрасте но я все девятом году четвертый класс я пожалуй еще рано было переходить есть только так в подростки приходит это уже вот он я был четвертый класс я был кстати двоечник кардинальный такой жесткий двоечник потому что я же приехал из деревни в этот крупный городок и как-то здесь особо деревенских не привечали вот с пятого класса я говорят вот через 50 лет на встречу одноклассник все пришли и только двоечник петров сам прилетел на на самом джете я до у меня просто получилось так что не сошел с характерами из класса даже была вот первая ну к единственный человек начальной классе как классная руководитель системы как-то характерами не сошлись как только нас выпустили в пятый класс уже в кабинетную систему так я сразу почему-то стал опять отлично совершенно аналогично но этим можно занять весь эфир мы потом вспомним конечно да учителях вот очень много событий было ну вот начнем нетрадиционно попытаемся если не спеть то стихи почитать помните это был один парень и он я любил и битлз и роллинг стоунс бродил с гитарой пел песни их приехав нам из америки да не трудно было его понять тех песен смысл угадать пил он и help it to right и lady jane и yesterday вот меня всегда удивляла это простой парень с гитарой из америки нам приехала вот мы с гитарами в америку никак приехать такой же диссонанс но тем не менее кто вспомнил это была песня из знаменитейшего фильма концерта поющий гитар который вышел раз в шестьдесят девятом году где прозвучали легендарные до сей поры любимые исполняемые вот поющие гитары были не так давно в нашем городе они пели и синие инии словно сумме наплыла тень и люди встречаются люди влюбляются жениться и так далее инструментальная пьеса прекрасный фильм имел бешеный успех и вот это все это и наверное такой фон музыкальный 69 года когда у нас даже в ссср стали уходить от певца и ампанирующего состава до этого была там последняя литрич черный кот там и другое другое вот и поэтому музы и вот поющие гитары были первыми а потом уже группы стали плодиться и плодиться слова группы тогда еще не было конечно да да и еще две бомбы сразу мы продолжим вторая бомба это наверное 69 год это ваше благородие госпожа удача то есть легендарнейший знаменитейший фильм белое солнце пустынь и рабочее название спасите гарем фильмы не хотели много много очень писано про этот фильм что не хотели выпускать его лично товаре ли дорогой леонид ильич брежнев на даче не посмотрел пришел восторг и первый совет но тогда леонид ильич брежнев был довольно еще бодр вот насколько я помню еще пока не был вот вот он был довольно бодр харизматичен обаятелен бодр вот но это не удивительно что он этот фильм оценил он был вполне себе нормальным человеком в то время но это уже не первый совет и вестерн все да и второй наверное первый был неуловимый мститель вот и на ту же тему гражданской войны кстати да и третье третья бомба это наверное ничего на свете лучше нет мультфильм родить друзьям бременским вот это вот и символы эпохи да там ануфриев все песенки когда спел и они кстати пошли на магнитофоны эти песни они со всех магнитофонов тоже звучали это я помню и пластиночку искали все вот весело жили все-таки был прорыв были и нет не только у нас но события были разные вот например в августе этого года я один из двух моих пребываний в пионерлагере вот оба раза по моему не до конца был я видимо не очень социализированным и сидели мы на поляне в августе и прибежал один такой пионер и он орал война война что-то с китайцами война а перед этим знали что в августе в марте перед этим был инфликт на острове даманс где погибли пограничники все с итаем отношения испортились до предела вот и в августе был повтор то есть на азахстанской границе у озера жила наш оль был еще один инфликт где тоже погибли там два он меньше два пограничных но далее отпор и тайцам вот и поэтому и были тревожные времена что там дальше и действительно не будут ли и тайцы проникать на территорию ссср мел ими группиров ими в 1 2 миллиона вроде обошлось вот они вот такой да вроде договорились ну по этому поводу да было много анекдотов и про бомбу резиновую которая продолжает прыгать один из моих любимых детских анекдотов и тайцы нанесем авиаудар не летчик заболел ну тогда танковую армаду пусть и мне танкисты напилисты да мел ими группировками а самый лучший из этого было не кто-то это да недооценили мы с тобой мало заду нас сказал брежнев никсону и покатил тачку в другой конец лагеря но вот обошлось а следующее было эпохальное событие она уже мы уже дома узнали по моему это ближе консулета все было чувство разочарования американцы опередили на луну высадились но тем не менее была гордость это вот не было такого там что да все радовались ну наверное меньше чем там полет у гагарина но все равно и причем все ждали ага счастье на марс полетят на венеру полетят тогда вообще была вот эта космическая эйфория помнишь и тогда год от года все новое новое достижение сначала один человек потом двое потом несколько кораблей потом вот эти выход открытой космос и здесь луна оказалось что это просто так вот и пойдет дальше да вот шаг за шагом ну вот можно сказать что после шестьдесят девятого года свернули нашу лунную программу во первых заметно отставали она не выдерживала уже брежнева был более расчетлив видимо чем хрущев во вторых перегрызлись меж собой все конструкторы аэроэтные ян и ролев там и все то ли раэты на там и росиния с излородом то ли на гептили потом было два неудачных запуска раэты носителя и в итоге решили отказаться отправили туда какой-то видимо этот символ ссср и луноход потом так ну это позднее запустили а потом уже 69 год стал ассоциироваться с вудстоком знаменитый тогда мы об этом знали очень мало вот честно скажу мало информации сейчас вот в первую очередь ассоциируется с вудстоком мне кажется до порядка полумиллиона человек на полянке собрались это можно сказать все население ирова куда-то вот полмиллиона съехались на поляну где там башарова причем что интересно вот если знаешь у нас после таких массовых мероприятий всегда сводки милицейские что там вот в вудстоке за три дня ничего не произошло полиция там была но она совершенно не зафиксировали абсолютно мир сверхи беты волосы бахрома фенич и как мы говорили еще в прошлом выпуске my love not war на это все бы все все хотели любить а не воевать вот 69 год ну это и наверное и все да и отголос и вот этого и у нас были но тем не менее я бы сказал что в россии 69 все приходило запозданием еще и студенчество не было это им волосатым а наоборот старички были студенты смотрел я вчера фотографии стриженные в пиджах и тяжелых роговых очках да очки были на отличие но тем не менее в этот же год 69-м состоялся первый испытательный полет сверх звукового самолета он город а ричард ниссон принос принес присягу в качестве 37-го президента сша 69 году битлз записали свой ну можно считать последний альбом и бирот ну записали его последним один из лучших лучших но фактически уже в стадии распада распада вот после записи джон и его новая жена и он провели медовый месяц в амстердамском отеле хилтон не выходя из постели объявив это акции борьбы за мир но не все было конечно тут была годовщина советского вторжения в чехословакию и в этом году в демонстрации в праге приняли участие 50 тысяч противников советского вторжения а в сша тоже миллионы американцев участвовали в демонстрациях с требованием завершить вьетнамскую очень хорошо этот момент показан фильме в хорстгамп когда идет офицер военные американец и вот эта толпа хиппи и к нему на улице сколько ты детей убил в вьетнаме видимо после всех тех событий да и поэтому на фоне вот такого давления общественности президент новый президент ниссон объявил о выводе из южного вьетнама 25 тысячного американского антингента военнослужащих но и вот еще знакомая фамилия в шестьдесят девятом году всплыла в этом же году полковник муаммар аддафи возглавил военный путь сверг роля и дриса первого и провозгласил ливийскую арабскую республику да все все что хорошо начинается не всегда хорошо смотри как это долго длилось смотри он практически до наших дней вот там оставался да когдафи он очень долго же был но чем дольше длится тем хуже завершается может быть есть аномерность ну иров жил своей жизнью деревянные заборы деревянные дома деревянный инотеатр колизей вот но белое солнце пустыни мы смотрели в алых парусах вот в принципе как то вот эти все мировые шторматом и вихри они были на поверхности а ира фонта в придонном слое мировом вот событий было даже был совершенно закрытый город не забывай абсолютно сейчас мы немного закрытости событий было немного а почему потому что перед этим старались отметить юбилей революции всем в 67-м году и все там все объекты все и сейчас не торопились потому что в следующем году надо было отмечать юбилей ленина столетия и поэтому вот этот год такой был проходной а надо было приурочить вот чему-то но тем не менее а в целом конечно жизнь и в ссср была там впервые пилотируемые космические корабли произвели стыковку на орбите и был переход осуществлен из одного корабля в другой осмонавтов вот и еще интересно тоже за рятости а за 69 году была введена новая солдат с форма вместо гимнастер и была уже по моему еще с до революции была гимнастер через голову одевавшись вот удобно она конечно морально устарела потому что во всех армиях мира уже совершенно другая форма была с множеством романов разгруза вот и не только морально а почему вчера я прочитал почему это все это изменили а потому что в условиях радиоактивного заряжения проще было снимать зараженную вот этот эпиджалитель расстегивая пуговицы из идова чем через голову вот видимо наши и военачальник и и ну еще не совсем престарелые члены там цк политбюро верили что если при виде ядерного взрыва и по команде вспышка солдаты или граждан лица упадут ногами в сторону взрыва и закроют голову там сумка от противогаза то потом они дальше вскочат потом была хорошая в то же время шутка то тогда мгновенная смерть наступит не сразу если ногами лечь но видимо считали что советский солдат он хочет побежит дальше воевать а потом просто стряхнет радиоактивную пыль на терминатор там с этого но кстати форма держалась но видимо такой был запас вот этой старой формы гимнастера что когда я в семьдесят девятом году работал пожарным то на складах видимо от армейской одежду отдавали пожарным то еще она была она оставалась и в армии и у нас были тоже гимнастерки как ну как вариант одежды до старого образца они кстати наоборот то время уже сильно смотрелись у меня уже 79 год как раз я помню 79 80 ну в принципе наш дорогой леонид ильич ничего плохого еще не сделал в этом году но вот нашелся не и 21-летний военнослужащий виктор ильин который периоде офицер был он переармейский переоделся он в милицейскую форму и совершил нападение на правительственный артеж с брежневым и с осмонавтами выезжавших из бровиц и хворот кремля ну не вон кроме мотоциклиста там по моему не ранил и в общем история темная была этого ильина отправили в психушку в перестройку его освободили сделали из него борца с этим жутким советским строем и по моему он где-то жив и до сих пор существует вот только что мемуары не пишет а может и пишет просто точно вспомнит о нем я стрелял брежнев ну да с двух рук он кстати стрелял по-моему и донс и профессионально в 69 году прошел 21 съезд эпсс утвердил цифры 7-летнего плана дом там пятилетний был по моему дальше да да петель гитар была пятилетка это семилет но семилетний раньше да и поэтому на фоне статистике и но сами понимаете статистик она серии сейчас статистик сейчас может она еще хитрее статистик ну тогда на фоне стат и изменений И соотношение сил, и некоторые цифири сделали в СССР вывод о том, что, внимание, социализм в Советском Союзе победил полностью окончательно. Да. И бесповоротно. В победе социализма это было такое заявление. Ну, да, не говори, да, вот, наверное, нет ничего вечного. Но, может, и верили, и все граждане радовались, ура, ура, да. Ты знаешь, вот я помню, что я искренне в это верил, но мне было 10 лет, господи, что ж мне не верить-то в это все? У Советской власти. Сила великолепна. А, да. Будет людям счастье, счастье на века, причем, помнишь? Ну, а в Ирове разработано положение присвоения и звания почетного гражданина города Ирова. Почетными гражданами города становились граждане, участвовавшие в революционном движении, члены ЭПСС с партийным стажем более 50 лет, у меня значок даже есть, прожившие в городе не менее 30 лет, проработающие беспрерывно не менее 30 лет и внесшие весомый вклад в развитие отрасли. А чего-то вот сейчас я слышал этому бывшему мэру Исилеву, тоже собираются. Собираются, да. Почетного, а неужели он в ЭПСС или изменились сейчас условия? Там изменились немножко, да. А сейчас партийный стаж уже, насколько я помню, не исчезает. Первым почетным гражданином был избран председатель Ировского горы Спалома в 45-м-53-м годах. Зампретов был Спалома Клоповс, и это он, по-моему, был директором ВНИОЗа потом. И в этом же году утвержден советский герб Ирова. Вот, помните, там был, сейчас все знают, герб Вятки, а советский был там, собрали у Сочи шины колба химическая с чем-то, шкурка, по-моему, на красном фоне. Вот герб с точки зрения Геральди, это, конечно, было безумно, но значки у многих хранятся. И, в принципе, забавный был такой герб, у других-то городов советских их-то не было, а тут все-таки вот. Начал свою летопись институт Биатин. Он в 69-м начал, да? Начал, но построили позднее, потому что вот строй-то начали, видимо, в 69-м, а бабушка у меня жила на самом углу коммунистической улицы в Тупухарламарас. А это снесли в 72-м, когда уже институт построили, да, видимо, начали. Ну, решили, видимо, все-таки и дрожжами завалить тут всю страну и прочее, там, не знаю, чем они занимались. Запустили в эксплуатацию в 69-м году в Ирове единственный троллейбус Марк ЗИУ-7. ЗИУ-7, это в 70-м пошел он, да? Ну, я его помню, он двухдверный был, на две дверки такой, но он побольше предыдущих. Ну, началось строительство Ировского маргаринового завода. Хотя и мы с одноклассниками участвовали, нас туда привлекали на субботни и мыть, убирать цеха, но, да, вот было позднее. Ну, вот, есть время до рекламы или еще? Немного об ужасах нашего города, а вот об этом мало, а то знают сегодня, но... В 69-м году, в общем-то, и хорошо, что сделали, в нашем городе свернули очень опасную программу разработок и бактериологического оружия. Ировский институт, который сейчас называется микробиологией, тогда он назывался неофициально советской армией. А, советская армия, да, да. Да, специализировался на чуме. Там были мобилизационные запасы, вот у всех, конечно, институтов были две задачи. Одни лаборатории, открытые, занимались мирной тематикой, другие закрытые и более финансируемые, разрабатывали боевые штаммы. Вот, кстати, в отличие от СССР, США никогда биологическое оружие на вооружение не принимали. И в 69-м году работы у них прекратились, вот это и дало импульс. В США произошла утечь, заразилось стадо овец, был огромный скандал, они свернули вооружение. А в России же, в СССР тогда, все-таки были производственные линии, боеприпасы, складировали их. Короче говоря, СССР был готов к масштабной биологической войне, единственной в мире, вот, имел запас бактериологического оружия. Но в 69-м году в Ирове свернули все-таки разработки. Ну, из-за института остался просто, он именно по чуме сформировал работу. Да, там были и другие задачи, но вот одна из разработок, это вот боевая чума, все-таки, видимо. Там же были и филиалы где-то на Азовском море, на острове, вот, дальше сейчас уже и нету этого острова. Сейчас и моря-то нет уже. Вот, ой, вот, 69-й год, а, ну, я говорю, что особо ничего не стремились строить, строить, чего-то сдавать, вот, и... Нет, ну, то, что планировали построить к юбилею, строилось потихоньку, да, просто как бы не открывалось, не запускалось эксплуатацию, да. То есть подгоняли, да, тогда это было очень так принято. Да и разные вот были у нас 60-ни. И вообще вот даже вот думаю, а то же у нас в Ирове, вот, мы завершаем 60-е годы, а то вот у нас типичные 60-ни в городе. Ну, я вот почему-то вспомнил, наверное, уже, ой, на ныне, Валентин Дмитриевич Сергеев, это был типичнейший историк, привет, вот, работал он в ПЕТ-институте, сейчас в Ряд-говоре ходит. Вот, ну, наверное, все-таки 60-никам я могу назвать мэра Анжелия Михайловича Михея, вот это... Ну, по возрасту, да, по возрасту, да, и по стилю работы, и по убеждениям, да. Ну, вот, больше, ну, может быть, не все, но люди были, кстати, знаменитые, совершенно разные. Вот, в 69-м году, и я вот как-то была замена, еще мы в прежние годы вспоминали про Татьяну Воина, говорили, что в 69-м году, несмотря на ранее полученную травму, Татьяна Воинова становится абсолютной чемпионы страны по парашютному спорту. На счету Татьяны Ниалавны 2693 прыжка, она стала чемпионом и реоритмента мира и СССР по роботическим прыжкам, прыжкам на точность приземления, 36 золотых, 13 серебряных, 6 бронзовых медалей, 20 мировых рекордов. Вот, ну, я уже говорил, что она проходила отбор в первый отряд осмонавтов, ну, могла бы, может быть, и наша авиазская женщина быть и вместо Терешковой. Ну, вот, официально, из-за небольших шумов в сердце, эмиссия отклонила, полуофициальная версия, что в Анете нашли все это, и у нее ненужности и неточности. Не идеальным оказалось строителям коммунизма. Нашли что-то в ней. Ну что, наверное, мы сейчас немножко прервемся на небольшой перерыв, да, Евгений? Ну да, еще про пару ировчанных, да, и потом еще поговорим. Да, это программа «Сделано в вятке» в студии по-прежнему Николай Голиков. И в гостях у нас уже традиционный ведущий этой рубрики Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея Авиатского госуниверситета. И мы говорим сегодня о 1969 году. Да, вот сейчас Николай мне напомнил, вот пока тут реклама была, и мы сидели, что сейчас реклама в 1969 году. Помните реклама в 1969 году? Летаете самолетами аэрофлота, да. Напротив центральной гостиницы на обшарпанном ирпичном фасаде был мужик с газетой, контур световой, было написано. Выписываете газеты и журналы, да, это союзпечательская реклама была такая. В спорттоварах на Октябрьском проспекте с торца была реклама, тоже неоновая, светящаяся. «Прячьте спички от детей и при пожаре звоните 0-1». А насчет прячьте спички от детей, ее так понимали хитро, что это как бы такой способ предохранения. «Прячьте спички и детей не будет». Так и трактовали, потому что иначе понять ее невозможно было. Была реклама «Летайте самолетами аэрофлота», что можно подумать, а на чем... Так в том-то и дело, там деньги в сберегательных кассах, да. «Пейти морковный сок». Самая оригинальная реклама тогда на автобусах, троллейбусах не писали, это не принято. Они имели свои цвета, вот желто-синие троллейбусы, но иногда ставили и на крышу фанерные щиты. Они вот были в вертикальном положении, и там тоже была реклама. Это было явление недолгое, но быстро отошло. Там тоже «Пейти морковный сок». Ну, в газетах, наверное, тогда и объявлений-то не было. В областной газете чуть-чуть, там два-три. Да, несколько объявлений в основном там. Это потом уже появилось. А что было рекламировать тогда? Была, конечно, реклама там «Спрашивайте, рабы в каждом магазине». Ну, это скорее уже так, это немножко с более ранних времен она сохранилась. Я почему вспомнил про старую рекламу, когда слушал новую, по большому счету, и сейчас-то выбор невелик, но рекламы вон сколько. В этом они как-то похожи немного. Еще про пару геновчан, которые имеют отношение к этому году. В 1969 году 20-летний форвард Александр Мальцев стал чемпионом мира и заслуженным мастером спорта. Вот родился он 20 апреля 1949 года в Ирвачепец. У него тоже юбилейный год сегодня. У него тоже юбилейный год сегодня. 20 апреля 1959 года. А актер Луспи Аев, который сыграл Верещагина, родился 20 апреля 1938 года. Ну, и еще 12 июня 1969 года в Ирве был арестован 68-летний учитель математики Борис Талантов, много лет обличавший произвол по отношению к церкви и при попустительстве иерархов. В принципе, вот он был первый, наверное, такой масштабный диссидент, причем диссидентного направленности, религиозный. Ну, так и называют православный диссидент. Да, про него сейчас много исследований, по-моему, монография даже написана. В Кирокниговый слон. Фотографии есть. С его письмами. И 3 сентября того же года он приговорен к двум годам тюрьмы за антисоветскую деятельность. Вообще о диссидентах мы отдельно. Это не единственное дело. Конечно, нельзя было без этого обойтись. Тут были дела и сфабрикованные, и прочее. Но это уже более поздние годы. Но если опять мы вернемся с вес жизни в этом году, то могу сказать, что благосостояние трудящихся 1969 году, оно чуть-чуть подросло. Поэтому люди стали обзаводиться, в принципе, и личным транспортом. А не подумайте, что машинами. Это была эпоха байеров по неволе. Вот я помню, когда я совсем еще маленький, я приходил в центральный мугрын, вот со стороны улицы Пролетарская. Там было ТОЭС, опище, мотоциклы всех мастей. Стали появляться мопеды. Вот они раньше были недоступны, а теперь они уже массовым видом транспорта. Да, 1969 года. Вот даже в фильме прошлого года «Хозяин Таги» вот там уже, а то там Чалса полез в брезентовом плаще на мопеде. У нас стали приобретать первые риги. Вот продавались они в спорттоварах, были доступными. В 1969-м уже был выпущен мотороллер «Виат» не «Пузата», «Виат» на смену пришел «Виат» в ВП-150М. Это уже разработка была местных дизайнеров, такой «Плос» и мотороллер. Вот они тоже бегали по улицам нашего города. Вот были, конечно, ежи, планеты, Юпитеры. Третья – это был уже достойный мотоцикл. Во дворах стояли, никто никуда не тащил, не угонял, не портил. Конечно, не машины, но летом довольно много было мототехники. Летом было очень много, особенно мотоциклов с колясками, груженных сельхозпродуктами со своей дачи и огородов. Да, говорят, что из субботихи на рынок дважды оборачивались, продавали, ехал. Еще вместо коляс делали сельские жители деревянный ящик ставили. Было такое, да-да-да, вспомнил, такое было тоже. Сейчас вот в нашем городе… В принципе, в коляску много входило. Я за все прошлое лето, я увидел, кроме шоу, я увидел один мотоцикл с коляс, видимо, такой заблудший байкер, там ехал. Он, может, просто прикалывался. Хотя, говорят, и в Европе, и в США есть клубы любителей байкеров, вот именно любителей. С колясками до цифра, да. А у нас вот жаль, что вот тоже ушла эпоха. А в 69-м году она, видимо, получила самый расцвет уже. Нет, прокатить девчонку на мотоцикле с коляской, это роскошь была, ты что ты. Да и без коляски тоже. Ну, это там уже посмелее надо быть. А здесь, когда в колясочку посадишь, барышня едет, счастливая совершенно. Я еще маленький был, но мои старшие друзья этим занимались. Мечта была, конечно, всех тут убивала мотоцикл Ява, Вишневая Ява, вот это 350-250-е. Упить ее в Ирве было невозможно. Один знакомый художник мне рассказывал, он в 69-м году поехал за Явой, аж в город Ленинград. Где-то он ее там достал, упил, нашел. И запаковали, видимо, в этот деревянный ящик. И надо было везти, куда погрузили на платформу. И он настолько, а тогда же, ну что, могли и утащить, и разобрать, и чего-то. И вот он поехал на платформе. Вместе с мотоциклом? Да, у него были там, по-моему, полбухан и черного хлеба, и что-то там с собой. И вот он ехал несколько суток на этом грузовом поезде, свою Яву он хранил. Это веселые поезда долго ходили. А потом где-то почти на полдороги. И его, видимо, охрана железнодорожная, что не положено тебе на этой платформе ехать. А он уже проморшився, и он эту Яву выгрузил. Где-то бензина ему дали, вот дорог не было. И он то по песку, то по лесам, то где-то он на этой Яве. Своим ходом. И раз своим ходом. Но вот целая эпопея сейчас не поверят, что можно было таким образом вот купить машину, мотоцикл своей мечты и быть счастливым. И, конечно, типаж такого ужас любой учительницы, любого зауча в школе, это типаж такого подростка, вот, да, эти брюки, клёш, вельветовые тапочки, брюки из солдатского сухонозащитного цвета с горизонтальными романами. Вот Олимпий. Синяя вязаная кофта на молнии назывались Олимпий. Олимпий и камеродов. Какой-нибудь пиджа сверху. Эпка называлась Восьмиклин, хотя на самом деле Восьмиугол, вот это был тоже писк 69-го года, и даже немного позднее. Вот тарсисты населены. Да я помню прекрасно эти кепки. У меня такая была. И, значит, в руках у него папиросина, точнее, в зубах папиросина север, в лучшем случае беломор, и задом он опирается вот либо на мопед. На мопед обычно, конечно. На завода, а уже, если постарше, то и на какой-то мотоцикле. Ну, про школьников все говорит, то, конечно, мопеды, старшеклассники. Я вспомню, я жил на Красноармейской улице, было тихо, а к вечеру там вообще транспорт не ходил, да, то есть автобус стали его сходить. Перестали, и в это время оккупировали вот эти мопедисты, ездили от Ленина до Карла Маркса и обратно. Это сложной такой рев все счастливые. Господи, боже мой, это никогда не забыть. Во-первых, почему у мопедов было столько, и прав не надо было, и сараев было у пацанов. Ну, и, между прочим, полезно, они же заодно всю эту технику, они же сами все разбирали, сами все ремонтировали. Они знали, что такое карбюратор, двигатель, сцепление, все это. То есть они как бы по ходу еще осваивали, можно сказать, целую профессию свою, то есть они уже не боялись техники разбираться. На улице Орла-Липних-то вот за домом на углу Узгерцена была огромная поляна, где вот они собирались, там если надо было что-то подремонтировать, то все показывали. Ну да, подсказывали другу свои секреты маленькие. А потом уже вот... Потому что эти же мопеды заезжали практически до смерти. То есть вот получился мопед, и там все, он уже чуть живой, его все равно что-то ремонтируют, подкручивают. Собранный из пяти один, и можно было потом продать за пять рублей, покупал следующий, помоложе, с ним возился. А еще бензин стоил эпей, и любой пацан, он мог подойти любому там самосвалу, или автобусу, и дядя, там вот ведро. И ни один шофер он не отказывал. Потому что он капец был, да. Он просто знал, что и он в молодости мечтал, да и сейчас, вот и поэтому сливал. И бензин-то он имел совершенно другой запах. Вот мне даже вот нравился бензин 60-х, видимо, не этилированный какой-то. Еще марк 66 и 72. Вот он стоил эпей. Ну, вот, я уже говорил, что все-таки переход, 69-й год, это переход от развеселых 60-х к романтичным 70-м. Постепенно менялась мода. На танцах уже верчение под твист, уже начало вытесняться прыганием под шей. Да, это прыгание, помню. Появилась знаменитая Шизгара, песня «Венус» от группы Шоттенблю. Ну, официальные хиты, конечно, у нас крутили по телевизору. Это вот о чем уже было сегодня упомянуто. Это чертова леса Муслима Магомаева и Черемшина. Спеть его пытался, там, Черемшина, да. А что, Черемшину я забыл. Да, 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 да. Он по-украински пел, поэтому там «Жде, девчина, жде». Тогда много было, да. Красивая мелодичная очень песня. Ну, удар по мини, видимо, в мире начали вытеснять мини уже модой «Марси». Вот, потом это сбалансировалось. Но в 69-м только мини еще дотелись до Ирова. Но в школах с ними боролись очень активно. Боролись, сиделись с длинными волосами и все. Мировых и на шедеврах не слышали. Вот их обеспеченный езду, там, Дениса Хопера, ну, конечно, и не знали, не слышали. Но, и вот почему у меня сравнение тогда, конечно, консервативной Америи. Просто парни деревенцы забили битами волосатого парня. В Ирове, если бы волосатый пришел в 69-м году на танцы куда-нибудь на ОЦМ, где были рабочие парни с крепкими улаками. Там бы без бит его забили. Без бит забили, но потом еще год-два, и вот эти рабочие парни, они тоже стали отращивать длинные волосы, да еще и обесцвечивать их пересю водорода. Вот это уже мода чуть-чуть следующих лет. А тогда еще ты, и вот студенты, ты такой, ой-то, стричь, и вот в этих очках крупных, ты такой вот типаж приходил. Нет, ну драки на танцах тогда уже были, по-любому, даже если ты без длинных волос подкалил. Это чуть попозже тогда еще, больше шутку, тогда мы... Не массовые, скажем, не массовые драки, вот таких уже район на район еще не было. Это было и после войны уже, когда тут делили сферы влияния, Ирован и прочее. Но мы поговорим, когда достигнет, когда город был поделен на сферы влияния подростковых, ну если не банд, то группировок. Ну, группировок, скорее сказать бы, так можно. Ну вот, таким образом вот уже появились, конечно, и хорошие радиолы, и относительно прилично звучащие тушечные магнитофоны. Да и вообще в мире первый осетний уже появился в 69-м. Да и у нас копировали магнитофон Десна, но он еще такой был неизвестный, я этого не знал. Вот, и так вот, и весело, и хорошо. Под музы ульющуюся из окон, потому что мода была ставить магнитофон на окно, и озвучивать под треск мопедов, под эти духовые орестры на демонстрациях, или тоже духовые орестры на похоронах, помните, похороны тех лет. Так как, не помню, я сам участвовал только позже, но в таком оркестре, да, использовался. Вот, и поэтому вот по ТЭЗУ, и мы завершим нашу передачу. Это был 1969 год, это был Евгений Альбертович Петунин, историк, краевед, руководитель музея Вятгу. На сегодня наша программа закончилась, мы встретимся в 70-х. В 70-х, через пару недель. Через пару недель. Всего доброго. Сделано в ветке.